Производство молочных продуктов долгий трудоемкий процесс. Все начинается с поля. За каждой бутылкой молока стоит огромная команда фермеров, ветеринаров, агрономов, доярок, специалистов лабораторий и цехов по переработке, водителей и многих других профессионалов своего дела. Все они трудятся ради здоровья нации. Ежедневно в Новосибирской области производят 2000 тонн молока. Надой на одну фуражную корову – 17 тонн. Это полностью покрывает потребности региона. Половину продукта отправляют на заводы по переработке. В Новосибирской области работает порядка 77 производителей молочной продукции. Мы находимся на территории Одновозник в Тогучинском районе. Хотелось бы сказать, что за первые 8 месяцев 2023 года в Новосибирской области произведено порядка 480 тысяч тонн молока аграрными предприятиями, 290 тысяч тонн переработанного в молочную продукцию. Хотелось бы сказать, что нужно наращивать потенциал таких перерабатывающих предприятий, чтобы все молоко у нас на территории Новосибирской области перерабатывалось. Порядка тысяч тонн мы вынуждены экспортировать за пределы Новосибирской области. В прошлом году правительство Российской Федерации ввело новый вид господдержки – возмещение затрат на прирост молока, переработанного в молочную продукцию. Эту помощь уже получили 8 предприятий региона. Общая сумма – 22 миллиона рублей. В этом году финансовую поддержку увеличили вдвое. Одно из крупнейших предприятий по переработке молока находится в Тогучине. Работа на заводе кипит с самого утра. Каждый день фабрика получает свежее сырье. Пол-литра из общей массы тут же забирают в лабораторию на исследование. Показатели определяются физико-химические. Это температура, плотность молока, кислотность, массовая доля жира, массовая доля белка. Также термоустойчивость по алкогольной пробе. Определяется наличие антибиотиков тоже. Это очень важный показатель для молочной промышленности, так как он не разрешен вообще в пищевой продукции. И, соответственно, будут сбои в технологии происходить при сквашивании продукции. Далее, по ходу, идет скачивание молока в резервуары после скачивания. То есть танк заполняется, когда приемщица молока говорит, что танк полный. Также лаборант отбирает пробы, проверяет на те же самые показатели. Существуют такие риски, как, например, попадание моющих средств, может быть, с оборудования. Конечно, мойкооборудование само собой контролируется тоже микробиологической лабораторией. Но для исключения все это нужно делать. От попадания молока на производство до момента, когда его можно отправлять в магазины, проходит около суток. Иногда чуть больше. Зависит от того, какой продукт должен получиться в итоге. Качество сырья лаборатория проверяет на каждом этапе. Анализ делают всего 15 минут. Но специалистам этого достаточно, чтобы сказать, можно ли продолжать переработку. Молоко, подлежащее приемке, то есть не имеет никаких, если противопоказаний, принимается у нас в танке. И откуда происходит потом подача на установку. И на установке организованы чудообежные очистительные аппараты. Подвергается молоко очистке, первичной пастеризации и собирается в хранилище для молока. Сквашивание происходит в течение 6-8 часов заквасочкой. После этого охлаждается, идет на розлив. Ну и после розлива созревает в течение суток и готова к реализации. Йогурт маленько подольше, потому что требуется процесс сквашивания. Процесс сквашивания от 6 до 8 часов термотильной закваской. В сутки тагучинское молоко выпускает 40 тонн продукции. В ассортименте завода 47 номинований. Молоко, сметана, кефир, ряженка, йогурт и масло, плавленый сыр, творог. В общем, выбор богатый. Но так было не всегда. Раньше фабрика производила сухое молоко в консервах. В 2007 году руководство приняло решение сменить профиль. Естественно, что разработав новый ассортимент, мы были вынуждены произвести большую реконструкцию предприятия. Был произведен монтаж старого оборудования для сушки сухого молока и производства масла. И стали, согласно нашего ассортимента, закупать новое фасовочное, емкостное оборудование. Также был произведен большой-большой ремонт косметический. Это и замена пола, это косметический ремонт стен, замена окон. Ну, то есть, порядка 152 миллионов за последние пять лет мы истратили на реконструкцию производства, чтобы получить сейчас вот то, что мы видим. Производство не просто реструктуризировали, его расширили, увеличили площади, нарастили мощности. Сейчас фабрика занимает около 2000 квадратных метров. В цехах работает 180 человек. Здесь, например, фасуют и упаковывают жидкие товары. Недавно запустили новую линию. На ней можно упаковывать что угодно. Ее не составит труда перестроить на работу с другим продуктом. Можно выбрать и тип упаковки. Накладная, которая усаживается при 170 градусах в термотоннеле, или наклейка. Новые линии на предприятия открывают благодаря государственной поддержке, а имеющиеся оснащают дополнительным оборудованием. Каждая фасовочная линия оснащена системой честный знак. Каждая линия также дополнительно оснащена отбраковщиком. Если в случае, если честный знак, код именно дата матриц был нанесен некорректно, или он не был считан техническим зрением, происходит отбраковка, и данный продукт не попадает в реализацию. Молоко для переработки на предприятия поставляют фермы Тогучинского, Каргатского и Кочаневского районов. Одна из таких хозяйства – Завьяловское. Там выращивают зерновые и разводят крупный рогатый скот. Поголовье – 2500, из них – 1000 коровы. Ежедневно они дают 5000 тонн молока. Малую часть предприятия перерабатывает самостоятельно и придает в своем магазине в деревне Березиково. Остальное отправляют в Тогучин. У нас экологически чистый тип выращивания скота. То есть мы используем на 100% летнепастбищное содержание. Когда коровы находятся на свежем воздухе, едят свежую зеленую травку и при этом потом дают здоровую, натуральную, хорошую продукцию. Ну, я думаю, что это отражается лучшим образом, потому что это наше, так скажем, если многие помнят, особенно люди взрослого, это как у бабушки в деревне. Утром встал, попил молоко. Оно настоящее. Молоко в Новосибирской области и правда вкусное и натуральное. А поголовье – самое большое за Уралом. Тогучинское молоко поставляют в торговые сети не только по всему региону, но и в Алтайский край. Эти продукты дают в школах и детских садах. Настолько они качественные. Субтитры создавал DimaTorzok